Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Вы просто не представляете, как я ждала сегодняшний день, потому что сегодня я записываю свою самую любимую тему в году. Это фавориты года, и мы начинаем с вами именно с люксового сегмента. Вы знаете, что я обожаю декоративную косметику в люксовом сегменте, потому что для меня это всегда про эстетику, про вдохновение и про море положительных эмоций. И сегодня я постаралась собрать все самое лучшее, все самое любимое, что я использовала за прошедший уходящий год. И надеюсь, что, конечно же, вы так же, как и я, ждали это видео. Поэтому буду вам очень благодарна, если прямо сейчас вы поставите пальчик вверх, поддержите мое видео, потому что для меня это очень важно. Ну и, конечно же, это важно для YouTube, чтобы видео продвигалось дальше. Ну что ж, предлагаю приступать, и начнем мы с вами, конечно же, по порядку с категории тональные средства. Здесь у меня будет три фаворита. Начну я, наверное, с того, о котором я больше всего, мне кажется, говорила в течение этого года. Это тональный крем от бренда La Mer. Это их легендарный классический тональный крем, который называется The Soft Fluid Longwear Foundation. Я знакома с ним достаточно давно, потому что, когда я работала с клиентами в том же Золотом Яблоке, я очень часто брала именно в тестерах это средство, и каждый раз убеждалась в том, насколько оно прекрасно в работе. Потому что оно подходит абсолютно любому типу кожи, оно отлично выравнивает рельеф, оно не подчеркивает какие-то возрастные изменения, а наоборот, очень красиво сглаживает текстуру кожи. Подходит любому типу, что сухой кожи, что склонной к жирности. И меня всегда это поражало. Я как-то не задумывалась о том, точнее, я задумывалась о том, что мне оно нужно, но мне всегда, честно вам скажу, было жалко денег, потому что стоит он в порядке 10 тысяч рублей. Но я его взяла чуть дешевле, и когда весной я съездила в Казахстан, поработала там опять-таки этим средством, именно там я его и взяла. Так случилось, что потом у меня началось акне, и летом моя кожа была далеко не в хорошем состоянии, поэтому мне нужно было что-то такое, что будет хорошо выравнивать, перекрывать, и при этом не подчеркивать текстуру кожи. И как раз-таки меня очень выручал этот тон от La Mer. У меня он есть в двух оттенках, я его в зависимости от оттенка кожи подмешиваю и наношу для идеального как раз-таки попадания, так скажем. Честно могу сказать, что рекомендую его абсолютно всем, кто хочет приобрести хороший тональный крем в люксовом ценовом сегменте, который будет универсален, который вы сможете наслаивать, уплотнять в покрытие. Правда, это the best от меня, прямо такая самая-самая, наверное, главная рекомендация в категории тональный крем точно за 2023 год. Но это, конечно же, еще не все. Сегодня я вам покажу еще два тональных средства. Оба они будут от бренда Chanel. К сожалению, сейчас тональный от Chanel на территории Российской Федерации не приобрести, но можно заказать через Байеров, как, собственно, я и делала вот с этим кремом. Либо, например, если вы планируете поездку за границу, то в аэропорту, либо в другой стране, этот тон можно приобрести. Итак, начну я, наверное, с тонального, который называется номер один. Это линейка от Chanel, которая называется Camellia. И этот тон, вы знаете, такой вот идеальный на каждый день, потому что он абсолютно не ощущается. Он очень хорошо выравнивает. Конечно, не так, как La Mer, но он и заявлен как тинт. То есть это именно тинтующее покрытие. Но, что очень важно, если его, например, сравнивать с тинтом La Beige от Chanel, который идет в точечку, да, вот такую, в гранулу маленькую, то этот чуть более матовый, и поэтому менее, наверное, заметен на коже. Потому что La Beige я тоже очень люблю, но он все-таки дает активное сияние на коже, а этот реально не заметен. Поэтому Chanel продолжает меня радовать, и их тональные, правда, практически все мне абсолютно подходят. И еще один тон, который я приобрела уже в своем летнем отпуске, это тон, который называется Latent Velvet. У меня до этого был такой же, только с сияющим финишем, и я решила попробовать как раз-таки на осень-диму взять матовый финиш. Я вообще была удивлена, почему я не попробовала его для себя ранее, потому что, честно, мне казалось, что он будет очень плотный и сильно подчеркивающий текстуру кожи, и, скорее всего, он подойдет только к коже, склонной к жирности. Но вы знаете, нет, я в холодное время года предпочитаю для себя использовать такие полуматовые, слегка бархатистые финиши для кожи, и вот он оказался просто потрясающе красивым. Он отлично выравнивает, он, опять-таки, не ощущается, его можно наслаивать, при том, что текстура у него достаточно водянистая, и он действительно напоминает, на первый взгляд, тинт. Но степень покрытия у него очень хорошая, стойкость отличная, и поэтому я 100% его повторю, когда он у меня закончится. Далее давайте поговорим про консилеры. Начну я с возвращения легенды. Консилер, который я вам показывала уже очень-очень много раз — это Clorans Instant Concealer. Бренд его перевыпустил, теперь он вновь продается на рынке. Самый классный, светоотражающий, легкий, скрывающий признаки недосыпания, признаки каких-то несовершенств под глазками. В общем, мне он очень нравится, и я безумно рада, что его вновь можно приобрести. Когда я его, кстати, выкладываю, многие пишут, это что у вас остатки? Видимо, еще не все видели, что он вновь продается, но да, его можно приобрести. Я, по крайней мере, его точно видела в том же Золотом Яблоке, поэтому если вы его любили и скучали, то берите. Теперь поговорим про более плотные консилеры, и сейчас вам покажу тот, который я уже показывала в предыдущих фаворитах года, точнее, в прошлогодних фаворитах года. Это Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer. Это консилер, который я отношу к разряду средних и даже плотных, но при этом, при всем он абсолютно не скатывается под глазами. Он не подчеркивает мимические изменения, он очень красиво освежает и подходит абсолютно любому состоянию кожи под глазками. Я имею в виду, его можно наносить и в лифтинг макияже, и в том же, например, свадебном макияже, потому что он дарит очень крутую стойкость, что важно. То есть вот нанеся его, можно вообще потом не переживать о том, как выглядит ваш макияж, особенно в зоне под глазами в течение дня, потому что все будет очень устойчиво и все будет свежо. Но и плюс здесь есть светоотражающие частицы в составе, и поэтому мы получаем этот красивый лифтинг эффект. Поэтому люблю, повторяя его вновь и вновь, это у меня, наверное, уже третья баночка. И еще один консилер. Также отношу его к разряду средних и плотных. Похож, если честно, на Charlotte Tilbury. Тоже сейчас я часто им пользуюсь, потому что часто снимаю какие-то макияжи, видео, а на камеру всегда макияж у меня чуть-чуть плотнее, нежели в повседневной жизни. Это консилер от бренда Nars, который называется Radiant Creamy Concealer. Очень он мне нравится. У него действительно кремовая текстура, кремовая консистенция. Его нужно совсем немного, плотность пигмента у него достаточно высокая. Он отлично распределяется, не сушит зону под глазами и подходит, опять-таки, для таких более вечерних выходов. Следующее средство — это мой любимейший оттеночный гель для бровей, который у меня, к сожалению, уже заканчивается. Приобрела его в январе 2023 года, когда была в Куала-Лумпуре, и вот сейчас, в середине декабря, я могу сказать, что да, я его закончила, при том, что я им пользовалась, ну, может быть, не каждый день, но через день. И это Tom Ford в оттенке Taupe. Самый классный гель, который не оставляет пятен на коже, если даже вы случайно задели кожу. Легко оттушевывается, не склеивает волоски, создает такой, знаете, дополнительный как будто бы объем, а я это очень люблю, потому что объемные пушистые брови, мне кажется, всегда придут к какой-то молодости и свежести возрасту. Фибра здесь есть, такая тончайшая, которая абсолютно практически незаметна, и благодаря ей как раз-таки получается вот этот вот эффект объемчика и хорошей фиксации. Ну и плюс оттенок. Оттенок Taupe, на мой взгляд, самый универсальный. Теперь предлагаю поговорить про кремовую коррекцию. Здесь, конечно же, будет очень много румян, потому что, вы же знаете, я главный ценитель кремовых румян. И начну я, наверное, опять-таки с Chanel, потому что приобрела их примерно так же в январе 2023 года, и это тоже линейка Camellia, в которой я вам уже продемонстрировала тон номер один. И это кремовые румяна-бальзам для губ с оттенком. Есть несколько оттенков этой линейки у Chanel, так вот мой самый любимый — это номер 5 Rosewood. Конечно, потому что я обожаю ягодные оттенки, они всегда очень круто освежают, ну и плюс здесь огромный объем, вот правда, текстура пигментированная. При этом это действительно бальзам, который может питать и увлажнять ваши губы, скрывать какие-либо несовершенства, и его хватает надолго. То есть вот мне этой баночки, как будто бы я ей не пользовалась, но я пользовалась ими, правда, очень активно и очень часто, вот. Текстурка, знаете, мне напоминает немного Cluedepo, хотя нет, Cluedepo, наверное, чуть более суховаты, эти чуть более влажные, дают чуть более такой сияющий эффект на первый взгляд, но как только вот они впитываются, это лишнее как будто бы сияние пропадает, и остается очень красивый натуральный эффект. То есть действительно не видно перехода, текстура в кожу, и это выглядит, как будто бы это просто ваш природный румянец. Если у вас есть Dossum Chanel, либо если вы хотите куда-то поехать, то имейте в виду, это правда очень-очень достойный продукт. Там есть еще потрясающе красивые персиковые оттенки, если, например, вы не любите подобные, то обратите внимание на всю другую палитру оттенков. Следующий цвет, точнее продукт у нас будет от нового для меня бренда в этом году, Westmont Atelier. Я с ним познакомилась опять-таки весной этого года, мне подарили термянный день рождения, и я осталась от них в полном восторге. Я теперь, если честно, хочу попробовать много еще других продуктов от этого бренда. У меня оттенок называется Petal Baby Cheeks Blush Stick. В общем, тут красиво все, начиная с упаковки, она идет на магните, металл здесь из двух оттенков, и в серебре, и в золоте. Ну и, конечно же, самое главное, это формат Stick. Stick это очень удобно, то есть в отличие от Chanel, куда нужно либо кисточкой, либо пальчиком, обычно я пальчиком, кстати, их наношу. Здесь вы просто берете, сразу же наносите и тушуете, и получаете очень-очень красивый оттенок, такой не пыльной розы, но вот свежей приглушенной розы. То есть здесь нет серости, здесь нет персикового, это именно розовинка, но которая уходит не в красный, как большинство розовых, а вот в какой-то приглушенный оттенок. Очень красиво, очень свежо, абсолютно в любом возрасте, абсолютно с любым типом кожи, потому что вот здесь опять-таки текстура подсвечивающая, но не влажная, что мне в них очень-очень нравится. Следующий Stick у нас будет Анастасия Беверли-Хиллз, румяна, которую я вам тоже уже недавно показывала в своих предыдущих роликах, но не включить их в фавориты года я просто не могла, потому что, во-первых, я реально подсадила на этот оттенок всех своих знакомых, и всегда, когда я езжу с мастер-классами, с мероприятиями, я абсолютно всегда беру их и использую, и девчонки, когда видят этот эффект, бегут и покупают их, потому что они правда классные. А опять-таки формат стика, что очень удобно, плюс этот оттенок настолько универсален, то есть если, например, предыдущие ягодные розовые, это, ну, не всегда и всем может быть понравится на себе, хотя я считаю, что они правда очень хорошо освежат всех, но вот этот, это если вы боитесь румян, если вы пока что не пробовали какие-то яркие оттенки в макияже, вы придерживаетесь более спокойной гаммы, то обратите внимание на Soft Rose, потому что это не роза абсолютно, это такой красиво персиковый освежающий оттенок, который не уходит ни в какой кирпичный, как это бывает с персиковыми оттенками, а уходит именно в такую освежающую гамму, и я обожаю его наносить объемно, и на зону лба, и немножко на носик, и на глаза, и, конечно же, на губы, они идеальны для создания эффекта мейкап, ноу мейкап. Здесь еще с второй стороны есть щеточка, и она, кстати, неплохая, она упругая, и будет вести за собой продукт, поэтому еще одна бьюти-люкс рекомендация. Ну что ж, теперь поговорим про пудру, а нет, у нас есть бронзер, ну, бронзер, который из года в год у меня уже повторяется, это Charlotte Tilbury, оттенок 02. Ничего не могу с собой поделать, но, к сожалению, у нас пока что нет подобных каких-то аналогов, которые меня бы также удовлетворяли в плане текстуры, в плане оттенка, в плане объема, в плане финиша, в общем, здесь идеально все. И такая шайба огромная, вам ее хватит очень надолго. Я ей пользуюсь, наверное, около года и каждый день, правда. Я, бывает, чередую с романом мейкап в оттенке медиум, что тоже, кстати, я считаю, очень хорошим продуктом, вот, но вот это, конечно, приятнее, потому что здесь есть большое зеркало, вам удобно в это краситься, видеть все моменты, так скажем, вот. Вот пудра у нас с вами сегодня будет от бренда La Mer, люкс на максимум, как говорится, но это, знаете, вот тот случай, когда вот этой банке реально хватит на всю жизнь. Во-первых, очень увесистая, я вам хочу сказать, имейте в виду, вот так вот с собой в чемоданчик или в косметичку в дорогу не кинешь, потому что, ну, действительно очень тяжело. Объем 8 грамм, хватит, я считаю, что этого средства достаточно надолго, потому что пудра прозрачная, она не имеет оттенка, она создает эффект фотошопа, она блюрит поры, она как будто бы ластиком их скрывает и оставляет после себя очень красивый подсвечивающий финиш. В текстуре присутствует очень деликатное мелкодисперсное сияние, но вот опять же, когда вы смотрите вот так на пудру, этого не видно, но как только вы берете и начинаете втушевывать ее в кожу, то вы начинаете чувствовать вот этот вот шелк, приятные действительно ощущения. Кожа после нее действительно очень ухоженно выглядит, даже если есть какие-то моменты воспаления, она это все как-то сглаживает, поэтому, правда, оказалась очень крута в работе, в макияже для себя, и для меня это сейчас пудра, которая стоит просто на столике, и я использую ее именно в утренние часы, когда делаю утром макияж с собой, как я уже сказала, я, конечно же, ее не ввожу, потому что занимает пол моей косметички, вот, но это, наверное, единственный минус, в остальном она прекрасна. А дальше предлагаю поговорить про сухие румяна, здесь у меня два фаворита, оба от бренда Dior, начну, наверное, вот с этих, классическая их линейка, которая называется Rouge Blush, и это оттенок номер 361, Rose Baser, невероятно красивый. Вот он, знаете, розовый, который при растушевке, вот даже если всмотреться в текстуру, он уходит в какой-то холодный такой подсвечивающий, немножко синеву, звучит странно, я знаю, вообще не про румяна, но на самом деле на коже это выглядит потрясающе красиво, это очень освежает, и когда я использую этот оттенок, я никогда не использую дополнительный хайлайтер, потому что здесь уже присутствует супер мелкорисперсное свечение, но и благодаря вот этому оттенку сложному у вас уже очень все красиво, поэтому я их обожаю, использую и как тени, и как румяна, конечно же, и они меня очень выручали, опять-таки, в период, когда у меня было акне, это мое несчастное, потому что, когда у тебя лицо уже, в принципе, воспаленное, слегка обладает красным пигментом, ты не хочешь использовать никакие розовые румяна, потому что они все будут только лишь это подчеркивать и усугублять ситуацию визуально, но вот этот оттенок, он, наоборот, все это как-то дело очень освежал, сглаживал, поэтому я их вот полюбила, особенно в тот период. Ну и, конечно, не могу не сказать про еще одних любимчиков в оттенке Coral, легендарные румяна из линейки Backstage, Rosy Glow они называются, и у меня до этого был 001 оттенок, который всеми известный, всеми любимый такой барби-розовый цвет, но потом я попробовала вот этот вот персиковый, особенно в летнее время, как же он красиво смотрится, как он освежает, как он подчеркивает загар, или наоборот, если вы, например, светленькая, он создает ощущение, что вы после солнца. Универсальное средство, опять-таки, абсолютно must-have для всех, потому что цвет, который всегда и всем идет. Ох, друзья, сколько хорошей косметики было в этом году, ну а мы с вами плавно перебираемся к палеткам для макияжа лица, и первое, что я вам хочу показать, это будет моя покупка, которую, так скажем, урвала летом, ой, весной, когда я была в Европе, это палетка от бренда Chanel, просто, как я ее хотела, вы не представляете, у меня та, что под номером 957, более светлая, здесь у нас 4 средства, и это, на самом деле, очень-очень универсальная палетка. Честно, я даже больше ее стала использовать не для лица, а для макияжа глаз, потому что тени у Chanel я очень люблю, они мягчайшие, они легко наслаиваются, они не пылят, у них всегда сложные, интересные оттенки, и вот здесь как раз-таки такие темно-такой винно-бордовый, освежающий хайлайтерно-персиковый, матовый персиковый и очень красивый таупово-бежевый оттенок, который даже больше, наверное, подходит к категорию полупрозрачных бронзеров. В общем, палетка кайф, палетка огонь, Chanel молодцы, само по себе вот это вот устройство выглядит красиво, просто достал, посмотрел на себя, поправил что-то и пошел дальше. Ну и, конечно, текстуры, повторюсь, полупрозрачные, легчайшие, мне очень и очень понравились, хотя я видела, что не всем эта палетка зашла, но лично я осталась в восторге. Далее у нас будет палетка от российского бренда RBG в коллаборации с Леной Исенковой. Это правда восторг, это правда чума, и я очень вам рекомендую попробовать ее, если вы любите такие текстуры, то берите, не думайте, потому что она стоит, по-моему, порядка трех с половиной тысяч рублей, и здесь невероятные текстуры. Это вот просто Charlotte Tilbury, Tom Ford вместе объединились и сделали такую палетку, но в российском бренде, что, конечно же, очень-очень радует. Здесь у нас три продукта для коррекции лица, скульптор и два оттенка румян. Сразу скажу, что румяна очень пигментированные, их нужно прямо капельку, и мне кажется, что вам хватит надолго. Ну и, конечно же, тени. Здесь у нас есть шесть оттенков матовых и три оттенка спарклов. Так вот, спарклы здесь — это просто копия Charlotte Tilbury, правда. Я их обожаю, я показывала их неоднократно, я всегда рекомендую эту покупку, эту палетку к покупке, потому что качество просто максимально-максимально крутое. Ну, конечно, минус эта упаковка, то, что вот все отпечатки здесь остаются, и выглядит она у меня не очень презентабельно, но можно ей это простить, здесь большое зеркало в упаковке, поэтому однозначно да. Ну и, конечно же, все наверняка ждали, какую же палетку от Hourglass я вам покажу в этом видео. Леопард или Медузу? Медузу или Леопард? Мне нужно было сделать выбор, потому что, ну, показывать две было бы, наверное, неправильно, потому что все-таки какая-то лично у меня побеждает в категории лучшая, и это Медуза. Вы знаете, изначально я заказала себе Леопарда, потому что, ну, она, как мне показалось по фотографиям в интернете, ну, вот прямо моя в плане цветовой гаммы, но потом я посмотрела, что у меня в предыдущих моих лимитках от Hourglass куча подобных оттенков, многие из них повторяются. И, конечно же, меня подкупило то, что в Медузе большинство оттенков абсолютно новые, и я решила, закажу еще ее. И вы знаете, сейчас, используя их для себя, я понимаю, что это мне нравится больше. Она, во-первых, более универсальная. Леопард прям загореленькая, ее вот надо только на загорелую кожу. Если вы светленькая, то берите Медузу. Здесь очень красивые подсвечивающие текстуры, то есть тот эффект, который вы получаете от пудр, от хайлайтеров в этой палетке, это просто какой-то восторг. Вы можете не выспаться, вы можете, я не знаю, быть с яниками под глазами, но если вы нанесете эту пудру, добавите вот чуть-чуть этого бронзера и румян, все, вы просто майская свежая роза. Это очень красиво, это прямо одна из лучших палеток от Aura Glass, наверное. Вот у меня была любимая серебряная, это, по-моему, был 20-й год, если я не ошибаюсь, или 21-й, или вообще 19-й. Ну, в общем, и вот это теперь тоже такие же эмоции меня вызывает, потому что со слоником предыдущая была как бы сомнительно, но окей, да ладно, нет, хорошо было, вот, но здесь, здесь прямо кайф. Следующая категория фаворитов, это будут тени для глаз. И в категории кремовых, на самом деле, мне было очень сложно выбрать что-то особенное, потому что было новинок не так много в этом году у меня. Недавняя покупка Робан, но я ими пользуюсь буквально 3-4 недели, поэтому фавориты прямо стопроцентные этого года я решила ее не относить, но тени Робан неплохие, кремовые. И поговорим про сухие, потому что вот в сухих текстурах у меня было много фаворитов. Начнем с российского бренда Романова Мейкап, и это тени, которые я очень часто использовала в этом году, Спайс энд Кокао. Потрясающие, у меня до этого была ее любимая палетка в такой розовой свежающей гамме. В этом году, вот у меня сейчас на глазах, кстати, именно она, я люблю такие кофейные бежевые оттенки. И здесь на самом деле всего два сияющих оттенка, таких прямо, знаете, как спаркл, а остальные матовые. Матовые у Романова Мейкап очень пудровые, очень легко тушующиеся, легко наслаивающиеся. В общем, моя эстетика, я такое люблю, поэтому считаю, что палетка супер базовая, и рекомендую ее вам. Следующая моя покупка в этом году, которая мне доставила много приятных эмоций, это бренд Tom Ford, палетка номер 37 Smoky Quartz. Здесь, опять-таки, только матовые цвета, но вы знаете, это текстура как будто бы два в одном, то есть она вроде бы и матовая, но вроде бы и такая какая-то кремовая. То есть эффект, когда вы наносите эти тени, очень необычный. Текстуры потрясающие, шелковистые тени абсолютно не осыпаются. Ну и, конечно же, они очень-очень пигментированные. Поэтому, если вы любите Tom Ford, если вы любите вот такие сложные текстуры, матовые оттенки, но при этом при всем с таким подсвечивающим эффектом изнутри, то рекомендую присмотреться к Smoky Quartz. По-моему, это относительно новинка. Еще одно открытие в этом году для меня — это палетки теней от бренда Guerlain. В этом году бренд перевыпустил свои тени. Они теперь в формате вот таких четверок с потрясающими шелковистыми, опять-таки, текстурами и очень классное сочетание цветов. Я не могу выделить какую-то одну, потому что, честно вам скажу, там нет какой-то супер базовой палетки на каждый день. То есть все цвета достаточно сложные, но они очень красиво раскрывают цвет глаз. Они, конечно же, безумно красиво смотрятся на веках. И моя вот самая часто используемая для меня — это номер 940 Royal Jungle, потому что вот она такая прямо осенняя-зимняя. Я люблю такие золотисто-коричневые оттенки. Плюс здесь есть классный черный, которым очень удобно, знаете, делать глубину в межресничном пространстве. И благодаря тому, что тени не осыпаются, тени мягкие, работать ими, конечно же, одно удовольствие. У нас с вами остались губы. И начнем, наверное, с... Я вам не показала помаду, точнее, не показала вам румяна, которую я отнесла к почему-то губным помадам, но давайте сейчас покажу. Это румяна от бренда Rare Beauty, Селена Гомес, и я подсела на оттенок Белив. Я их, опять-таки, вам показывала в своих недавних роликах, и вы знаете, я сейчас ими просто каждый день пользуюсь, потому что, ну вот как-то рука к ними тянется. Несмотря на то, что у меня очень много, да, кремовых румян, у меня бывает такое, что вот в определенный период я пользуюсь там только каким-то одним продуктом. Так вот сейчас уже месяц я пользуюсь только ими. И мне кажется, что именно вот в зимний сезон они невероятно подходят, очень круто освежают. И что мне нравится, то, что румяна очень пигментированы, то, что они очень устойчивые, и когда вы их растушевываете, они прямо схватываются и очень хорошо держатся. Их реально можно даже не фиксировать, потому что и без этого у них прекрасная стойкость. Помады. Начну, наверное, с помады от бренда Hermes. Приобрела я ее в конце, по-моему, прошлого года, когда была в Таиланде. И это оттенок номер 13. Beige Kalahari. Kalahari. В общем, ну что вам могу сказать? Конечно же, Hermes это про эстетику, это про невероятную роскошь, упаковок. Кстати, у меня здесь есть бронзер. Посмотрите, я тоже его хочу отнести в фавориты года. Да и румяна от Hermes, уж если так уж говорить, то тоже прекрасно. Не пробовала их тональный, видела на него негативные отзывы, поэтому не стала покупать. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, что вы о нем думаете. Потрясающий бронзер у меня в оттенке 02 с легчайшими золотистыми сияющими частицами. Напоминает Tom Ford Terra примерно. Ну и помада, она очень приятная, она очень красивая. У нее классная текстура, она не ощущается на губах. Такая, знаете, сатиново-муссовая, но при этом достаточно устойчивая. Далее Charlotte Tilbury. Помада, которая идет в оттенке Dance Flow Princess. Кстати, она у меня сегодня на губах. Я обожаю сочетать с карандашами Make Up For Ever в оттенке 600, либо в оттенке 606. Они такие более контрастные, кофейные, а потом я добавляю немного розового оттенка вот этой помады от Charlotte Tilbury и получаю очень такой красивый и достаточно свежий и стойкий эффект. Ну и, конечно же, упаковка у Charlotte Tilbury вот в этой помаде очень красивая. Всегда достаю ее. Просто посмотрела на нее, уже настроение поднялось. Вот для этого и нужна красивая упаковка, понимаете? И еще моя одна рекомендация, друзья, но, к сожалению, я сегодня снимаю в студии, а эта помада у меня осталась в моей сумочке, которая осталась дома. В общем, эта помада я вам сейчас просто в другом оттенке покажу от бренда Clorance. Вышла у бренда новая вот эта линейка обновленная в новых красивых упаковках, в металлических, очень-очень таких увесистых, классных. Там есть кейсы белые, серебристые и красные. Так вот, мне очень нравится помада в оттенке номер Lilac Rose 750. Я выкладывала отдельный пост в запрещенной соцсети об этой помаде, потому что, ну, она невероятно освежающая, она очень красивая. Кто-то мне писал, что не видит эту помаду на себе, что она не понравилась. Друзья, я никогда не наношу помаду в соло формате на губы. Я всегда сочетаю ее так или иначе с контурными карандашами. Поэтому, если вам что-то не подошло, просто попробуйте поменять комбо, попробуйте сочетать с каким-то другим, возможно, продуктом. И эффект, поверьте мне, будет абсолютно другой. Ну, а если говорить о контурных карандашах, то это вот Make Up For Ever 600 и 606. Так или иначе, Make Up For Ever иногда можно уловить в золотом яблоке. Ну, и из люкса, который, к сожалению, не продается в России, это Charlotte Tilbury оттенок Pillow Talk. Потому что для меня это оказался самый устойчивый карандаш из всех, что я пробовала, которые при этом еще и не сушат губы, что важно. Ну, и Pillow Talk это классный освежающий такой розовый оттенок, который не уходит в какой-то поросячий розовый, не в какой-то барби розовый, а просто в свежий красивый оттенок. Поэтому также обязательно отношу его к списку своих личных фаворитов. Ну, и напоминаю, что это были мои личные фавориты из люксового сегмента за 2023 год в декоративной косметике. Впереди, конечно же, нас с вами будет ждать подборка бюджета крутого. А поверьте мне, бюджета в этом году будет очень-очень много. Мне кажется, это же больше, чем люкса, потому что я правда нашла для себя много классных продуктов, с которыми, конечно же, с удовольствием поделюсь и с вами. Ну, и обязательно пишите в комментариях, что стало вашим фаворитом в категории люксовая декоративная косметика за этот уходящий год. Я думаю, что нам всем будет очень интересно почитать. Конечно же, не забывайте про мои социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим роликом. Я каждый день активничаю как в Телеграме, так и в запрещенной социальной сети. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Я вас всех благодарю за просмотр данного ролика. Желаю вам прекрасного предновогоднего настроения. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok